Добрый вечер! Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Обернувшаяся настоящим кошмаром процедура назначения брата Каванна в Верховный суд, наконец-то близится к завершению. Сенаторы с трудом приняли решение, что соберутся на окончательное голосование завтра. Возможно, завтра после полудня. История подходит к концу. Сегодня демократы предприняли решающую атаку на Каванна. Протестующие с криками наводнили Капитолийский холм. Известные журналисты закатили жуткую истерику в Твиттере. 85-летняя Диана Фейнстин, высокопоставленный демократ, член судебного комитета, изменила своей репутации рассудительного политика и заявила, что Каванна не просто плохая кандидатура или плохой юрист, а жестокий и опасный человек. Внимание на экран. На слушании на прошлой неделе мы видели мужчину во власти гнева и агрессии. Судья Каванна повышал голос, перебивал сенаторов. Такое поведение говорит о враждебности и воинственности, и совершенно не к лицу кандидату в Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Да, изолировать его. Все это время судьба Бретта Каванна оставалась неопределенной. Сенатор и республиканец от штата Аляска Лиза Меркауски сделала странное заявление, в котором утверждает, что Каванна хороший человек, но ему не место в Верховном суде. Иными словами, Каванна был ошибочно обвинен в групповом изнасиловании, и теперь он не может быть избран на пост, потому что ложные обвинения лишают его этого права. Имейте в виду Лиза Меркауски, действующий сенатор США. И затем произошло кое-что также достойное внимания, нечто неожиданное. Сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, один из самых либеральных республиканцев в Вашингтоне и не самый известный оратор, решительно выступила с речью в защиту характера и компетенции Каванна. Вот ее слова. Имеющиеся факты ни в коем случае не опровергают того, что профессор Форд стала жертвой сексуального насилия. Но они приводят меня к выводу, что обвинения с большей степенью вероятности основаны на домыслах. Именно к такому выводу я и прихожу. А следовательно, эти обвинения не являются достаточным препятствием для назначения Бретта Кавана в Верховный суд. Господин президент Сената, я проголосую за кандидатуру судьи Кавана. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Если не случится ничего непредвиденного, что, скажем честно, вполне возможно, к концу этой недели Бретт Кавана станет Верховным судьей. А вот сенатор Мэнчин, представляющий интересы избирателей в Западной Вирджинии, которые в большинстве своем поддерживают Кавана, был окружен сегодня представителями молодежного крыла своей партии и подвергнут осуждению. Никто не пытался остановить их, никто не попросил их вести себя потише, ведь мы же привыкаем к власти толпы. Полюбуйтесь. Позор! 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 Как ни печально, подобное сегодня можно наблюдать повсюду в Вашингтоне. Левые больше не приводят доводы в качестве средства убеждения, вместо этого они прибегают к крикам и запугиванию. Такая тактика может быть эффективной. Например, многие годы ее успешно применяла мафия. Но такое поведение может дорогого стоить, учитывая освещение в СМИ. Нормальные люди находят его пугающим и безрассудным, потому что именно таким оно и является. Левые заходят слишком далеко и отталкивают от себя даже таких либеральных республиканцев, как Сьюзан Коллинз. Я думаю, в частности, не об обвинениях профессора Форд. Я думаю о тех, кто заявляет, что судья Кавана, будучи подростком, неоднократно накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пользуясь их беспомощным состоянием. Это нелепое заявление было сделано без каких-либо убедительных доказательств. Нелепая история, на которую ссылается Сьюзан Коллинз, несколько недель освещалась другими каналами. Этот вымысел принадлежит Майклу Авинати, одному из самых отталкивающих адвокатов порноиндустрии, который теперь еще и ведущий кандидат в президенты от демократов. Так вот он, этот порнозащитник, набросился в Твиттере на Сьюзан Коллинз, назвав ее речь лицемерной и позорной. И тут даже демократы поняли, что организованное ими фрик-шоу начинает вредить им самим. Репортер Нью-Йорк Таймс Кеннет Фогель задается вопросом в Твиттере, что если Авинати с самого начала был двойным агентом и работал на республиканцев? Маловероятно, хотя он им помог. Похоже, левые уже не стараются оказаться вменяемыми, хотя бы для того, чтобы не отпугнуть избирателей. Политический активист Линда Сарсор выразила взгляды многих демократов, атаковав Сьюзан Коллинз в Твиттере из-за цвета ее кожи. Цитирую. Сьюзан Коллинз представляет белых женщин в Америке, женщин, которые дали нам такого президента, как Дональд Трамп. Судите сами, что означают эти слова. Писатель София Бенуа опубликовала следующее. «Если я умру вследствие нелегального аборта, бросьте мое тело в доме Сьюзан Коллинз и пусть оно гниет там». По крайней мере, одно мы узнали наверняка, что на самом деле думают левые активисты. И многих людей эти мысли просто пугают. Возможно, слово «мысли» будет здесь не совсем уместно. Многое из того, что мы слышим, совсем не является результатом мыслительной деятельности. Речь идет о полученных свыше четких указаниях, которые прилежно исполняются сердитыми подростками. Либералы — партийные люди, они делают ровно то, что им говорят. Вот хорошая иллюстрация моих слов. Пойдем на голосование. Пойдем на голосование. И к тем сенаторам, которые нам нужны. И к тем сенаторам, которые нам нужны. Я пойду к Хайди Хайткам. Я пойду к Хайди Хайткам. Зачем? Она на вашей стороне. Повторяйте за мной. И они повторяют, словно маленькие роботы. Сьюзан Коллинз отмечает в своей речи, что процесс избрания Верховный суд за последние 30 лет превратился в неистовую и жестокую битву. Она надеется, что история Каванна является кульминационной точкой и что отныне ситуация начнет улучшаться. Конечно, все мы надеемся, что она права. И беспокоимся, что нет. По-видимому, попытка разрушить жизнь Брэдта Каванна провалилась. Однако никому из значимых людей в этой истории нет дела до того, через что он прошел. Презумпция невиновности и беспристрастность, принципы, на которых было основано наше общество, сохранились, но понесли урон. И в случае новой атаки они могут рухнуть. Все зависит от избирателей. Если они поддержат власть толпы, нас ждет еще больше таких вот кричащих роботов. Потому что так работает система. Если избиратели воспротивятся, демократы могут пересмотреть свою стратегию и вернуться к диалогу, действительно основанному на провозглашаемых ими ценностях, что будет гораздо эффективнее кричащих подростков. На этот раз промежуточные выборы реально важны. Они определяют дальнейший курс демократической партии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова